Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат. И это снова тактика на Личес. Ну вот, пять задач, как обычно. Поехали. Так, что тут у нас за белых, да? Ладьи какие-то у белых странные. То есть, стоят себе на Б1, на С1. Не хотят принимать участие в атаке. Так, ну какой тут главный мотив? Так, вроде бы пешка на А6 довольно сильная. Слон, конь, ферзь, да? Вот эти три бойца у нас в действии. Когда фигур мало в атаке, сразу же сужается количество возможных ходов. Ну, конечно, если вы знаете, что тут есть выигрыш. Я так понимаю, конь бьет G6, да? Надо как-то. Конь G6, дальше он бьет пешкой, шах. Если он отходит, я ладью забираю. Если он закрывается слоном, то что? Взяли, взяли, забрали слон сюда. Ну, конечно, можно забрать слона, но он потом заберет ладьей. Ну, как? Получается, что пешку выиграли, да? Ну, так, взяли, взяли, взяли. Если он закрылся слоном. Можно, конечно, H7 ткнуть, но он же на F8 отойдет. А, может быть, потом слон H6. А, точно, наверное, так. А ну-ка, давайте проверим. Так, вот здесь надо явно бить. И вот в этой ситуации не надо бить слона. Если мы заберем, то он заберет ладьей. Там еще и ферзь H6, ладья H7 появляется. Ну, на F5, конечно, можно, но не в этом суть. Надо играть H7. Он же сюда, если отойдет, я ладью заберу. А если сюда, то слон H6. И там же ферзь H8. То есть, H8 ферзь будет. А, ну, ладью забрал, да? Да, вот такая задача. Интересная задача. Просто вот, что я имел в виду в этой ситуации. Если сырать король F8, то наверняка почти слона H6 не находить. Так. Это я не пойму, что за варианты тут показаны. Такое иногда, кстати, случается с этим движком. Он показывает варианты не за ту сторону. Ну, ладно. А вот так? Да. К чему это? Непонятно. А если я сыграю вот так? А, здесь уже плюс. Ну, бах какой-то, да? Что-то не то. Ну, вот идея моя такая была, что тут вот хочу ферзя поставить. Да, если он убежит, то я, наверное, заберу на G7, да? То есть, вот так вот. Да, на G7 заберу. И там тоже ферзя хочу поставить. В общем, понятно. Идем дальше. Так, тут я за черных. Мне пожертвовали. В предыдущей позиции я жертвовал, теперь мне жертвуют. Что за ход такой? Это он напал конем на ферзя. Выбил опору из-под коня. Как я могу отреагировать? Можно, в принципе, побить на H4, вернее. Да, конем он забрал здесь, я шаг, он ушел, я забрал. В общем, я проиграл. То есть, конь бьет H4, ход плохой. Так, значит, попробовать коня забрать. Бьем коня ладьей, он бьет ферзем, мы бьем на F2, он бьет на H6. Ну, тоже неприятно. Значит, наверное, как-то надо так отойти, чтобы создать какую-то серьезную угрозу и коня защитить. Может быть так? По типу ферзя в 6. Кстати, ферзя в 6 ход интересный. Там, если он заберет слона на D6, то есть я имею в виду вот этот ход, да? Если он слона на D6 заберет, то я заберу на F2, и там что-то будет. То есть, заберу на F2, он отошел, я заберу на H4. Да, наверное, ферзя в 6 ход хороший. Если он заберет на H6, ну и что? Я заберу его, он заберет, я снова шаг. Ну, а так я просто хочу коня вот здесь присвоить себе, да? Ферзя в 6. Ну, так вроде по виду неплохо ферзя в 6. Ну, а куда еще ходить ферзю? Да, ну давайте попробуем ферзя в 6. А, вот так он забрал. Смотрите, какой хитрый. Так он забрал. А какая тут разница? То есть, он хочет на G6 тоже забрать. Видите? Ему тоже конь нужен. Получается, если я заберу коня, он заберет коня тоже. Так, ну а если я заберу пешкой ладью? Он заберет на D6, я снова шаг. Нет, мне кажется, это неплохо будет, если я ладью заберу. Может, конечно, ладью и другой забрать там на F7. Строить фигуры, он забрал. Я шаг, снова шаг. Не знаю. Кстати, ладья B бьет F7 тоже ход интересный. Если забрать ладью, он шаг конем, я отошел, он отошел. Ну, тут же у меня все-таки лишняя ладья будет, да? Нет, я думаю, что ладью все-таки надо брать. Да, ну тут бывает иногда такое, что кажется, что что-то лучшее есть. Но лучшего не оказалось. Ой, эншпиль, ой. Так, очень похоже на эншпиль флорка-побланка. То есть там на изолятор на D5 тоже такое материальное соотношение, но эта позиция, естественно, другая. Как-то белым надо выиграть. Вот возникает вопрос, если я сыграю конь E5, разменяюсь на F7, заберу просто на D5, это же выиграно. Там же просто обход будет. Или все-таки нет, или там H3 будет ход. И король проникнет через G4. А ну-ка, конь E5, сюда, взяли. Взяли. Ну, H3 ходить нет смысла, король E6, дальше к C5, D4 и там оппозиция. То есть получается конь E5, конь бьет F7, бьем на D5 и здесь единственный его шанс это H3. Если он сыграет H3, у него будут какие-то шансы. Так, хорошо. Но какие это шансы? Если я сыграю дальше. Король E5, король G6, король E6, король H5, король F5, король H4, король E4. Король G4, нет, ну тут он не проникнет. Ведь мой король на F3 прикрывает. То есть по виду ход конь E5 правильный. Если, конечно, забрать на H4, то он активизируется через H5. И там конь бьет F5, король G4. Даже конь H6 забрали, то все тоже не ясно, потому что пешка погибает. Можно король E5, конечно, сыграть, но он где-то D4 пойдет. Нет, мне кажется, это просто вот конь E5 надо ходить. Да. А вот так? Ага. Этого я не понял, честно говоря. Интересно. Король F5. То есть король H5. Неужели... Неужели здесь нельзя бить слона? Нет, наверное, с кислона надо бить. Но там дальше будет очень интересный момент. Видите, какая хитрая задача. Я думал, тут уже все. А тут уже не все. Белыми Виталик какой-то играл. Руснак. Так, если мы заберем на F7, он король G4, король E5. Дальше он может сыграть даже D4 или король H3. Интересно. Ну, я не знаю. Мне кажется, все-таки ход H3 здесь можно, конечно, сделать. И, наверное, перевес у белых останется. Несмотря на отсутствие пешки. Но взятие на F7 заманчивое. Забрали на F7. Король G4. Король E5. Практически вынужденный ход. И дальше два варианта. Если он король H3. Мы бьем на F5. Он бьет здесь. Нет, вроде догнать должен. А если D4? Как мы будем догонять эту пешку? Ну, наверное, конь D6, CD3 и конь C4. Не знаю. Думаю, надо бить. Да, вот сюда мы идем. Король E5. Надо ходить. Потому что если я сыграю король E3, то D4 там... Ну, пешка H. Наша главная надежда пешка F. Значит, король E5. Надо ходить. Дальше. Король H3. Король F5. Король H2. Король E5. Король G3. Вперед. Вперед. Ну, вроде должно быть. Нет, король E5. Надо ходить. Да. Но тут, кстати, не так-то ясно. Это вроде как можно найти очень быстро. Но тут не так все ясно. Я, в принципе, делал такие естественные ходы. Так, D4, видите. Король H3 тоже. Ну, давайте посмотрим. Тут интересный вариант. Значит, досчитал он до выигрыша. Ну, давайте D4 посмотрим. Я думал конь D6. Да, догнать конь D6. Просто в этой позиции можно бить, кстати, нельзя. Потому что король F3, да. Ну, конь C4. Тут явно распределение ролей. Конь защищает поле перед пешкой. Берет ее под контроль. Ну, а здесь считайте, как пешечное окончание. То есть, король H3 я беру. Да. Он берет. Я выхожу на G4. Единственный ход. H3. И тут все-таки помощь коня нужна, да. Ну, вот, кстати, они могли продлить этот вариант. Да, вот теперь ЦУХЦВАНГ получается очень красиво. Если ходить королем, то теряется пешка. Если ходить пешкой, то вилка. А, я думал вилка. Ого, смотрите. Вилка это король G2. И это даже черные выигрывают. Ничего себе. Да, красиво. Ловушка такая, да. Вот сюда можно было продлить это все. Тут, кстати, F5 получается. И тут ЦУХЦВАНГ, да. То есть, не надо спешить просто. Король G1 я забираю. Потом сюда. Ну, и тут известно вот это положение, что тут черные никак не могут даже вечно нападать на коня, потому что есть отход на B2. И все. То есть, ну, на такой ход можно просто вперед двинуть пешку, потом вилку поставить. Вот. То есть, кстати, на такой ход вилку не надо ставить, да. Потому что он догоняет пешку и угрожает поставить ферзя. Вот сколько тонкостей в этом эншпиле. Ну, надо просто F6 пойти. Хорошо. Это ход D4. Сейчас вернемся. Сейчас мы вернемся с вами. Это был ход D4. Если же сыграть король H3 сразу, то, наверное, какой-то из этих вариантов только с перестановкой ходов. Ну да, D4, наверное, то же самое будет. А если сюда, то дальше король G4, да, получается король G2 или H3, конь G5. А, даже тут жестче у черных. Все тут рушится, да, потому что конь наш, бравый конь догоняет эту пешку, блокирует, потом идем вперед и все. Очень красивая позиция. Ну, можно сказать, не так красивая, как техническая, да, позиция, но в то же время они почему-то здесь буквально пару ходов показали и все. Надо было продлить. Так, идем дальше. Это четвертое следующее. Да, но тут совсем не эншпиль. Прежде всего бросается в глаза вот это дело. То есть слон бьет F7 и взять на А8. Это кажется вообще так вот, на первый взгляд, правильно. Но мы с вами понимаем, что то, что на первый взгляд не всегда правильно. H4, если мы сыграем. Да, H4, красиво. H4, если конь отходит, то мы мат поставим. Ну, а если я заберу, то есть мы заберем вот здесь. Кстати, интересно. То есть если пойти H4, он что дальше? Если он бьет здесь, я бью ферзем. Он отскакивает конем куда-то. Ну, там я не знаю, куда он отскакивает. На H7 я могу на F7 забрать. А если он на Е6 пойдет? Кстати. Слон бьет Е6, он забрал. Нет. На H4, наверное, все-таки ход не тот. А если слон бьет F7, конь бьет F7, ладья бьет. И дальше... Нет. Ну, вроде слон F7 вообще выигрывает. Нет. Как-то мне кажется, что слон F7 ход хороший. Ну, я думаю, можно попробовать слон F7. Даже если я ошибся, то ничего страшного. Других вариантов не вижу. Так, забрал ладьей. Ну, я бью. Ну, слишком простая оказалась. А давайте посмотрим H4 ход. Вот в этой позиции. Что тут на ход H4? Да, слон F7 правильно, если H4... Ну да, возможный ход, но... Слон бьет F5, защищаем ладью, конь Е6. Да, вот этот вариант получается. Здесь, конечно, слон сильнее коня, но, конечно, это не лишнее качество, как в том варианте. Ну, хорошо. И последняя задача. Так, достаточно бодро мы идем. О, тут опять пожертвовали. Смотрите. Что тут съели? Ой. Пытаются нас наказать, да? То есть, если я сейчас заберу этого слона, то что получится? Если я заберу этого слона, то он как-то, наверное, шах конем даст. Ферзем заберет. Ну, не знаю. Можно, конечно, и пойти на этот вариант. То есть, я забрал, он шах конем. Кстати, на F6 он не даст, потому что я заберу и защищу, да? А если он конь H6, я отойду на H8. И если он заберет вот здесь пешку, то я просто его порадую взять им на G2. Так, порадую ли я его сюда? Ну да, без качества он будет. Он будет без качества. Ну, можно, наверное, да? Но, в принципе, он-то пешку не обязан бить. Если я заберу он сюда-сюда. Может быть, FH4 какой-то. А, ну как, там же ладья висит. В принципе, ладья висит. Если я возьму шах, король сюда. Я же на коня не напал. Ну, он отойдет... А, если он ладьей отойдет, то мат на H1. Ну, или там большие неприятности. ФH1, король отошел. Там, куда он ладьей на Е2. Тоже не так ясно. Может, сразу забрать? Подождите, а почему сразу не забрать? Взяли на G2. Он забрал, мы забрали. Он забрал, мы забрали. Все. А если... Так, а если он на H7? Ну... Нет, ну это техническая позиция получается. Две ладьи против ладьей и коня. То есть, вообще, FH2 нормальный ход. А почему же тогда... А почему же тогда ход АЖЖ не такой нормальный? Просто, наверное, можно от ладьей куда-то отойти. Нет, FH2 нормальный. FH2, FH2, слон G2. И как там он будет? Конь H6. Да нет, король, G7 будет ходить. Заберет, я заберу. Нет, попробуем FH2 сыграем. Да, ну тут просто. Да, простая задача. Но давайте посмотрим, а что было в случае... Что было в случае АЖ вот в этой позиции. Так, так смело очень побили. ХЖ. И, наверное, там что-то было. А, КЕ3 даже, да? КЕ3, кстати, интересно. Защищая ладью конем. Да, то есть, КНЕ6 это проигрывает. Да, это вот я этот вариант посчитал. Тут все нормально. Ну, а можно КЕ3 сыграть. Вот этого хода я не увидел. И тут надо или G5 как-то, да? Или ФЕ8, да? Ну да, перевес у черных небольшой. Ну, вот такая тактика сегодня. Какие-то не очень сложные задачи. Я тут уже вплотную к 2500 подобрался. Хотя, я думаю, это рейтинг не такой высокий. Можно и решать дальше. Спасибо большое за ваше внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok